Дорогие соотечественники, древняя китайская мудрость гласит, не дайте, говорит, Господь родится в эпоху перемен. Что имели в виду эти мудрые дальневосточные философы? Они имели в виду то, что когда, как в наши времена, мир начинает погружаться в эпоху турбулентности, а что такое турбулентность? Вот был один полюс силы на Западе, а тут стали появляться новые полюса силы. Китай, Россия, Индия, другие, так сказать, регионы стали подниматься. Ну и естественно, что в этих обстоятельствах, когда монополярный мир рушится, мы об этом с вами говорили еще год назад, отмечали вот этот феномен крушения монополярного мира, и еще тогда предупреждали, что нарождение многополярного мира всегда связано с очень опасными турбулентными явлениями. Как-то международное право, международные институты права перестают уважаться, быть уважаемыми. Ну а раз так, то что в мире происходит? Кризис доверия. А кризис доверия – это страшная штука. Это когда нельзя положиться ни на какое международное или внутреннее соглашение. Когда вероломство занимает доверие место. И когда вероломство и ложь становятся нормой. Смотрите, норма права превращается в право на насилие, на вероломство и на ложь. Сплошь и рядом. А то, что мы живем в эпоху интернета, то вся эта ложь и насилие только усиливаются. Потому что интернет – это средство не объединения людей, как думают многие. Одноклассники и так далее. Интернет – это прежде всего инструмент атомизации. То есть распыления общества. Дивидеет импера, разделяя и властвуй. Древний, вы помните лозунг гримлян? Лозунг победить посредством разобщения. И вот мы произнесли слово «разобщение». Разобщение, корень его, общество. Вот что происходит с нашим обществом у нас в Молдавии? Как вот эти все перемены вокруг нас сказываются на поведении наших политиков, наших олигархов, наших политических. И не только политических, но и судебных, и любых других административных и политических элит. Вот для того, чтобы разобраться с такими вещами, которые сейчас происходят под девизом «чудны дела твои, Господи», в этих запутанных на первый взгляд, а на самом деле очень четко и ясно понимаемых, если разобраться в них, вещах, мы пригласили к нам государственника, правоведа и практикующего юриста Сергея Мишина. Вот мы сейчас с ним и обсудим, что за три важнейшие, многими пропущенными являются эти очень опасные тренды и вещи. Вот мы обсудим сейчас нашей аудиторией. Сергей, здравствуй. Добрый вечер вам. Мое введение может кому-то показаться, что там Виктор Иванович начал с каких-то там международных, однополярных, многополярных мирах. Да при чем здесь это? Да вот у нас то, у нас все это. Я думаю, Сергей, что если мы не зрим в корень, если мы не понимаем, что происходит в мире, то, естественно, мы перестаем понимать, что творится у нас. Потому что как только рушится мировая система обязательств, уважения к праву, к договору и так далее, естественно, что это обязательно и сильнейшим образом сказывается не только на тех, кто вот эту игру без правил начинает вводить в обращение, но и маленьким государствам, которые во многом зависят от принципа, когда паны дерутся, у холопов чубы трещат. Как вот с этой точки зрения смотреть нашему обществу, сообществу на эти вещи? Если мы говорим сейчас именно о международной позиции, то мы с вами еще можем добавить сюда, помимо того, что идет в некоторых случаях попирательство норм права и несоблюдение обязательств договорных, еще включается такой инструмент, как двойные стандарты. Вот, к сожалению, в последнее время мы видим именно по отношению к маленьким государствам, в том числе и к нашему. И это не только к нашему, это и к странам Прибалтики, к Украине мы можем говорить. Да, Европа по отношению к США становится в ту же позицию, вассала и сюзерена. Тут еще, да, но мы говорим о другом немножко. А мы так и говорим не о чем. Европа, она сегодня диктует свои правила определенным государствам. А ей диктует США. А ей диктует США, да. Но и в том, и в другом случае у нас получаются двойные стандарты. В каком обществе? То есть законодательно есть определенные конвенции, которые Европа разработала, где-то США разработала. Страны определенные присоединились к этим конвенциям. Что такое конвенция? Это международный договор, где прописаны права и обязанности каждой из сторон. Кто присоединился к этому договору? И сегодня... Подписаны именно на добровольной основе. Ну конечно, а любой договор подписывается только на добровольной основе. И что происходит сегодня? То есть если власть придержащие, но которые смотрят в рот, той же Европе, той же Америке, нарушают какие-то пункты данного договора, да, что происходит? Если ты нарушаешь пункты договора, тебя должны наказать. То есть в этом же договоре есть прописанные санкции, которые к тебе применимы. Но санкции в том случае, когда на самом деле, де-факто, дебюре нарушены. Конечно. А тут получается так. Да, как бы ты нарушил, но с учетом того, что ты смотришь в нашу сторону и хочешь дружить с нами, мы к тебе эти санкции применять пока не будем. Мы тебе выносим предупреждение. Ну а что такое предупреждение? А вот тебе, если ты нам как бы не понравился, мы теперь найдем повод, чтобы эти санкции влепить. Применить, конечно. Но в любом случае идут предупреждения. Что такое предупреждение? О чем мы говорим? Либо накажите. Сигналами. Либо скажите, все, выходи из этого договора, ты его не исполняешь, значит, ты не должен дружить с нами. Все. Тут нет другого пути. А наши, то есть европейцы и американцы, что делают? Они вводят вот именно эти двойные стандарты. Из-за этого получается и бардак в стране. Потому что, с одной стороны, мы все, гражданское общество, о котором мы и говорим сейчас, мы видим, что нарушаются международные договора, нарушается внутреннее законодательство, но никто не несет за это ответственности и никто, тем более, не несет за это наказание. И никого не санкционируют согласно этому же договору. Теперь, что мы, как гражданское общество, в этом случае должны делать? Как граждане, простые. Если им это позволено, значит, позволено и нам. Но когда мы начинаем нарушать, нам что говорят? Ай-яй-яй, нельзя. И тут же применяют санкции по отношению к нам. И получается расслоение. То есть, мы, с одной стороны, видим, что никого не наказывают, никто не несет никакой ответственности по нарушению. И им это сходит с рук. Все хорошо. А если мы начинаем делать то же самое, нас начинают наказывать. То есть, к чему мы приходим? Мы приходим к тоталитарным режимом вводим в общность. То есть, когда право становится из инструмента регуляции отношений, инструментом насилия. Насилия. И в данном случае, Республика Молдова, мы можем сегодня это говорить с большой уверенностью, находится именно в этом праве насилия. Не больше того. Потому что наш народ сегодня угнетают. Даже те показатели, которые не говорят, что вот у нас повышается там пенсия, у нас повышаются заработные платы, и мы делаем дороги, это все ширма. Это все... Ширма для населения. Для населения, конечно. Вот мы вам сделали дорогу. Насилие над населением. А при этом, извините, когда ты приходишь в дом к человеку, и он говорит, что у меня сегодня нет работы, я не могу получить заработную плату, или мне заработную плату задерживают по несколько месяцев. Мне не готовите тарифы. И я не могу, не только тарифы, я не могу себе хлеб купить. То есть тарифы это следующее, я хлеб не могу себе купить. То есть, скажем так, первонасущная потребность. Необходимость, да. Я не могу себе обеспечить. Так что со мной делают? Меня угнетают. Угнетают по различным позициям. Такое гнет, это насилие. Насилие, конечно. Это одна из форм насилия. Поэтому сегодня мы с вами можем прийти только к одному выводу. Гнет от слова гнуть. Гнуть, да. Мы сегодня можем прийти только к одному выводу. Что в республике Молдова правящее большинство, власть, осуществляет гнет своего населения. И им это выгодно. Потому что они за счет этого получают сливки в виде грантов, кредитов. Которые опять-таки падают на кого? Точнее, правящее меньшинство угнетает большинство. Власть. Мы сейчас говорим власть. И я еще раз хочу разделить. То есть, многие используют постулат государства. Нет, государство это республика Молдова. Это мы с вами граждане. Это Олей, в котором мы живем. Нет, это мы с вами граждане. И есть государство. И мы по конституции, по всем правовым нормам, внутренним и международным, управляем этим государством. А есть власть. Власть у нас как законодательная, исполнительная, судебная. Вот кого мы с вами, кому мы доверяем властвовать в государстве, те потом делают то, что они делают. И вот тут мы говорили в самом начале передачи о кризисе доверия. Правильно. Почему мы потеряли? То есть, у нас граждане теряют доверие не к государству республика Молдова, а у нас как раз граждане потеряли доверие к власти, которая сегодня управляет этим государством. И вот у нас единственный правовой нормальный метод изменить что-либо, это прийти на выборы, которые вот скоро состоятся, и сделать попытку, а вернее не попытку, а именно достичь того, чтобы эту власть сменить на истинных государственников, которые будут не угнетать свой народ, а развивать народ. А если будем развивать народ, соответственно, мы будем развивать и государство. Вот это самая главная цель. Грубо говоря, улей живет пчелами. Правильно. И над пчелами в любом случае есть руководство. А когда в этом уле засилье этих так называемых трудней, которые приближены обычно к этой королеве, там вот эти верха, улею грозит беда. И поэтому пчелы, если они выбрасывают этих трудней из улья, мы же знаем вот этот феномен, если этой зачистки не происходит, то улей просто угнетается и гибнет. А вот нам сегодня, чтобы выйти вот именно из вот этого гнета, под который мы попали, к сожалению, но это факт, нам нужно сменить. То есть сменить как можно? Можно сменить при помощи выборов, то есть, как говорят, демократично, по европейским стандартам, ну, применяя все вот эти лозунги, которые, к сожалению, сегодня кричат те, которые у власти. Или при помощи революции. Но мы видели, вот, помнишь, мы уже с тобой обсуждали эту тему. Посмотри, вот, казалось, Майдан, ура, народ высыпал там, но история четко учит нас одному. После каждого Майдана власть олигархов и власть беззакония только возрастает. И на место, часто, одного, там это как дракону скосил, там, молодец, мечом буйную, так, головушку, а их там три. Скосил три, а их там уже девять, глядишь. То есть, люди должны четко осознавать, что вот эта манера сначала спать, а потом проснуться и все ломать, вот, Майдан вожок, это оборачивается бумерангом против самих людей. Поэтому, единственный, да, тяжелый, да, длительный, но вот этот эволюционный путь, вот, как ты говоришь, через что? У тебя есть одно единственное право, которое мы иногда за пачку риса, там, еще за что-то, это право выбора. Причем мы имеем право три вещи за, против или когда мы вообще, но придя на выборы, аннулируем свой голос. Но сначала приди. Даже если ты идешь на крайний такой вот шаг, но ты должен прийти. И нечего потом плакаться. У нас народ, половина не приходит на выборы, а потом вали левую, типа, как же мы дошли. Как там Михаил Федорович, вот, либералы, вот, приходят такие со своими племешами на царствие, а потом вот до сих пор раслебываем. Кстати, о либералах. Что-то я слышал, вот, в последнее время, они там начали делить какой-то законопроект, вот, как юрист объяснить. Я что-то не понял, честно. Либералы у нас чудят, скажем так, с июня месяца этого года. Постоянно причем. То есть, первое их чувство, которое было, это когда они обратились в Конституционный суд, и Конституционный суд наш великий, гуманный, принял решение о том, чтобы признать закон о функционировании языков устаревшим, да. То есть, в принципе, они тем самым выбили почву из-под молдавского языка государственного, как это прописано у нас в Конституции, и из-под русского языка, как языка межнационального общения. Но при этом, вся наша... То есть, удар, это вот, что наши дорогие соотечественники поняли, удар, многие говорят, ну, это русофонов русскоговорящих. Нет, 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 не надо русофонов. Удар, первонаприсов, именно по молдавскому языку, как нашему традиционному, почему важно имя языка. Молдавский язык фигурирует в истории много веков, а румынский как литературный язык, когда только 19 век, он фактически только и оформился. Поэтому, если по совести говорить, здесь идет борьба против нашей исторической традиции, молдавской автоктонной, и еще в придачу не забывают ударить по русскоязычному населению. Это попытка либералов как бы одним ударом заграть, два шара взвел лозун. И как тогда конституционный суд? Он сделал это на тот момент, потом у них была следующая попытка, это внесение в конституцию синтагмы румынский язык государственный, вместо молдавского. То есть, на традицию наплевать? Слава богу, у нас это провалилось и не прошел этот законопроект. Действительно, я могу сказать, слава богу, тут здесь все вот эти НПО, и я в том числе, как государственник, который хочу, чтобы республика Молдова жила, и в нем был государственный язык молдавский, приветствовал это. Ну, сейчас они опять решили взбудоражить это поле, в основном это электоральное поле, мы прекрасно понимаем. Но что они зарегистрировали? Вот буквально 15 ноября в этом месяце, этого года, они зарегистрировали законопроект в парламенте. Они это либералы? Либералы, да. Причем подписалась вся фракция либеральная. Вот не успокоится. Не успокоится. Кстати, один секунд. Вот когда я слышу слово либералы, это понимается, что у этих людей есть некая либеральная доктрина. Это что, вывеска? Нет, вы знаете, это... Что тут либерального? К молдавским либералам это... Что за либерал? Вот меня всегда вот это смущало. Вы в Молдове, Виктор Иванович. Я сейчас вижу, я думаю, если вас спросить, Михаил Федорович, родной, объясни мне, в чем либеральная доктрина? Клянусь своим здоровьем... Он скажет, у него одна либеральная доктрина, унионизм. Все, у них вот это единственная либеральная его доктрина. То есть либерализм это унионизм. Откуда он получает финансы? Это мы должны с вами понимать. И вот что они внесли на сегодняшний момент. Ну, первое. Изменения в регламент парламента. Типа, еще раз, чего они добиваются? Чтобы русский... Нет, я вот давайте... Первое. Нет, 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 нет. Мы давайте пройдем... Нет, подожди. Их главные цели. А. Уничтожить синтагму молдавский язык. Да, как государственный. То есть вы тратите с людей все молдавское окончательно. И вообще нет языка, нет молдава. Ну, вообще, нет такого народа и все. И второе, это удар по билингвизму, который помогает общаться людям, используя русский язык, как язык межнационального общения. То есть вот этот закон языка, вот выходит какой-то акт, он тут же переводится на русский. Если человек пришел в суд, он может на молдавском, можно на русском. Нет, вот сегодня это невозможно. На что они ударят? Нет, вот сегодня как раз эти моменты невозможны. Вот по поводу суда, как вы выразились выше, потому что уже много есть случаев, и я даже вот... Это практика. Это практика, да. Не принимают исковое заявление на русском языке. При этом есть... Но это противозаконно пока. Смотрите, они говорят, что нет. Причем ссылаются на то, что как раз в решении Конституционного суда о признании законов функционирования языков устаревшим, то есть недействительным, соответственно, вы не имеете права сегодня. Хотя председатель парламента и министр юстиции заявлял, что все в порядке, ничего не случилось. И при этом... Один вопрос маленький. Секунду, дайте я закончу тогда мысль. Да, да. Это при условии, что есть решение Совета по недискриминации Республики Молдова, который был создан по указанию европейских структур в 2012 году. И у них в решении написано, что непринятие искового заявления на русском языке является дискриминацией по языку. И суды обязаны принимать. Причем это решение вступило в законную силу, потому что это государственный орган, и это административный акт. Его имели право опротестовать в суде в течение 30 дней. Его никто не опротестовал. Соответственно, это вступило в силу, и суды обязаны сегодня принимать исковые заявления на русском языке. Вот это мы добились. Вот я это сделал сегодня. Так. Теперь, что хотят либералы? Либералы сегодня хотят внести в регламент парламента изменения о том, чтобы запретить перевод законов и законопроектов на русский язык. А чтобы они подавались только, и тут, внимание, на румынском языке, не на молдавском, как это гласит симптагма Конституции. Плюс к этому, чтобы на трибуне парламента выступали только на румынском языке, опять симптагма молдавский уходит, и, соответственно, бьет и по русскому языку. Еще как. И третье, что в депутаты парламента имеют право баллотироваться кандидаты, овладеющие румынским языком. Понимаете? Три момента, которые они сегодня хотят провести на уровне закона. То есть изменение законов. Наши так называемые стремятся в Европу, где Европа им говорит черным по белому, ребята, так нельзя, а надо так. И так, то есть уважать права нацменьшинства против. Давайте мы разделим. Эти ребята, вместо того, чтобы сейчас от Совета Европы крепко получить по мозгам, Европа молчит. Ну, пока молчит. Мы только поднимаем эту проблему и перед Европой в том числе. И ты надеешься, что Европа, а Латвия, Эстония, что-то там как-то не очень. Что делают сегодня либералы? Давайте мы все-таки рассмотрим внутри сначала, а потом будем смотреть, что будет делать Европа. Ведь то, что они зарегистрировали эту законодательную инициативу, мало того, что они нарушают Конституцию, да, статью 13 и первую, и вторую часть. Значит, внимание, Конституционный суд, который обязан стоять на страже Конституции мертвой, он же сам эту защищаемую им Конституцию политизирует отношение к ней и какую-то декларацию ставит выше Конституции. Чудо. Так вот, давайте начнем сначала, да? Декларация, это не Конституция. Далеко. Это только в Соединенных Штатах декларация и стала Конституцией. Декларация у нас просто... Подождите, она перешла из декларации в Конституцию. А у нас-то Конституция совсем по-другому. У нас была как? Была принята декларация. Кстати, у нас по европейским стандартам Конституция построена. И это признано. Опа. У нас появилась декларация, после нее, через три года появилась Конституция. И по всем юридическим правовым нормам, если появляется другой нормативный акт, все остальные теряют свою юридическую силу. А с учетом того, что у нас декларация где-то сгорела, и непонятно все-таки, какой был первоначальный текст декларации о независимости. Да какой бы он ни был, Конституцию приняли, точка. Восстанавливали. Это потеряло юридическую часть. А с учетом того, что ее восстанавливали, она сгорела, она потеряла и политическую часть. То есть она сегодня, декларация у нас только историческая часть, что Республика Молдова стала независимым государством. Под собой декларацию о независимости несет сегодня чисто исторические документы. Все. Политическое, юридическое домыслы она потеряла. А теперь давай скажем, вот смотри, как юриста у меня к тебе вопрос. Я понимаю так, что такое декларация? Собирается народ на референтум, на гору, о гору, как вот в Афинах. Или там представителей со всех штатах прислали, вот как в случае Соединенных Штатов. И народ настолько точно формулирует эту декларацию, вот как в случае США, что она плавно переходит в Конституцию. Верно? От декларации она становится... Опять, это вы говорите как по логике должно быть. Да, как должно быть. У нас пошли по такому поводу. Куча горячих голов там от униря Молдовень перешли к униря Румын. Какие-то писатели еще, что-то собрались, покричали, смешали в кучу пакт Молотова-Риббентропа, Молдавскую древнюю государственность, Румынскую... Вот такая каша-малаша. Ну, главное, они продекларировали, что мы, так сказать, вот за то, чтобы быть независимыми. Очень хорошо. Но на втором этапе по европейским лекалам и образцам предложили уже текст Конституции как таковой. Текст этот был, так сказать, устаканен, утвержден. С этого момента Конституционный суд для чего вводится? Чтобы защищать эту Конституцию, а не декларацию или еще какие-то документы. Те, как собаку наняли сторожить, вот этот там бар, где написана Конституция, вот и сторожи от всяких злоумышленников, если я правильно понимаю. А что у нас происходит? С точки зрения юридического, вы абсолютно правильно все сейчас изложили и как оно должно быть. К лесу поставили сторожить курятник. Которая сама тоже оттуда и ворует. Но опять мы сильно много даем... Не, не, это очень важно, потому что у нас на этом столько гадостей и спекуляций. Мы должны людям объяснить, чего хотят добиться сегодня либералы и в чем опасность вот этого законопроекта. Ведь если мы вернемся к истории прибалтийских стран, где около 500 тысяч граждан, не владеющих государственным языком, перестали быть гражданами этой страны, этой страны. Родились там, жили там и стали никем. Никем. Почему? Потому что они не владели просто государственным языком. И так приняло прибалтийские, все три прибалтийские страны. А это им не помешало вступить в Евросоюз, где это строго-настрого запрещено. Сегодня мы к чему идем? То есть если, не дай бог, пройдет вот этот законопроект, который либералы сегодня предложили, то следующим штагом что будет? Что около миллиона граждан. Республики Молдова. Станут бесправными. Без права избираться. Нет, они уже, это первый шаг. Они уже это предложили. Внимание, у человека есть два права, фундаментальных гражданина страны. Право избирать и быть избираемым. Значит, уже избираемым быть кое-кто не может. Это уже сегодня предлагают. Это предлагают. А завтра еще избирать не будешь. Нет. Почему нет? Следующий шаг будет хуже. Следующий шаг будет хуже. Следующий шаг в случае, если ты не владеешь государственным языком. Ты перестаешь быть вообще гражданином этой страны. И не только не имеешь права избирать, а не имеешь права ни на пенсию, ни на зарплату, ни на что. То есть пацаны эти размахнулись и разогнались. Вы понимаете, куда идут? Куда идут? Они идут по пути, по которому уже прошла Прибалтика. Да. И это ровный сценарий, тот же самый. Это называется прибалтизация Молдовы. Вот. Даже я вам говорю. Но, смотри. Американизация Молдовы. Давайте называть вещи своими именами. Подожди, не торопись. Нет. Этот сценарий. Не американцы научили эстонцев и латышей, и литовцев это дело. Сорос привел этот сценарий. Прибалтийские страны. Сорос это еще не Америка. А не область. Но я хочу сказать другое. Тут вырисовывается, Сереж, другая картина. Смотри, что получается. В Прибалтике, там в Украине, там националисты. Я эстонец за супер-эстонию, я латыш за супер-эстонию. Все к черту. Я украинец. Там это вот. В Москве и прочее. Все я понимаю. А мы уникальная страна. Наши элиты являются националистами соседнего государства Румынии. Это вообще цирк. Это, мне кажется, в мировой, так сказать, практике, в истории, это уникальный случай, когда националисты какой-то стране являются унионистами. То есть националистами соседнего государства. Это не шиза какая-то. А вы знаете, что вот если вы откроете знаменитую Википедию, которая знает ответы на все вопросы. Это уникальное. Ни в одной другом государстве мира. Во сепаратизм мы часто слышим. Нет, сепаратизма много. Мы слышим. А унионизм единственная страна во всем мире. И за всю историю. Которая попала в Википедию на уровне унионизма. Понимаете, какие мы уникальные? Насколько мы уникальны? Так к чему это приводит? Они не понимают одной простой вещи. Ну, либералы, ладно. Они не понимают. У них, как мы говорили, у них только унионизм и больше ничего. Все. Ну, и с этим румынша пункт. У них больше ничего нет. А другие политические элиты, которые там за европейские ценности, за демократию. Неолята поля. Ребята, вы не соблюдаете конституцию. Хорошо. Вы не соблюдаете закон о защите национальных меньшинств 2001 года, который действует в республике Молдова. Тоже хорошо. Там и право на образование, там и право на медицину, там и право на культуру этносов, проживающих в стране. И много чего. Вы и это не соблюдаете. Хорошо. Вы стремитесь в Европу. Молдова в 95-м году подписала европейскую конвенцию о защите меньшинств. Национальных меньшинств. Подписали? И в 96-м году ее ратифицировали. То есть вы понимаете, что эта конвенция в республике Молдова должна работать на протяжении 22-х лет. И она сегодня не работает. У нее статус правовой нормы. А я вам больше того скажу. Вы подписали договор об ассоциации с Европейским Союзом. То есть вы хотите, чтобы у вас здесь действовали европейские нормы. В 23 января 2018 года есть резолюция Европейского парламента, в основе которой говорится, что любая страна Европейского Союза и стран, которые являются добрососедями и ассоциация, и заключили договор об ассоциации, должны соблюдать следующие пункты. Культурно-массовое сохранение этносов, проживающих на территории этих государств. Это говорит Европа. Это резолюция Европарламента. Еще раз. Это говорит Европа. Два. Сохранение образования на языках этносов, проживающих на территории этих государств. Два. Предоставить одну треть мест в органах публичной власти государства этносам, проживающим на территории. Не кондиционно, без условий. Это вообще. Нет. Обязаны. Еще раз. Без никаких условий. Обязаны. Одну треть мест. А тут мы выходим законопроектом. Мы это либералы. Ну, либералы, конечно. Выходим законопроектом, чтобы запретить баллотироваться кандидатам депутатов. То есть, наплевав с высокой горы на все эти европейские постановления и нормы. И резолюции. И резолюции. А зачем? Которые мы же торжественно приняли. Да. И вы теперь понимаете, что происходит? Что в мире происходит? Да не в мире. В Молдове. К сожалению, в Молдове. Потому что нас опять начинают разъединять. Сережа, если происходит что-то где-то, это значит, всего мира касается. Не бывает так, что вот в Молдове мы какие-то тут уроды какие-то чокнутые. А во всем мире все хорошо. Какой сумасшедший мир? Такая сумасшедшая страна. Вы понимаете, вот эти сумасшедшие, я бы даже так сказал. Есть определенная группа стран геополитических, которые приводят определенные сценарии на мелкие государства. Вот мелкие государства, какие мы говорим? Лаборатории. Страны при Балтике. Давайте посмотрим. Раз. Украина. Два. Что-то получилось. То есть, вы посмотрите, что сегодня на Украине. До чего дошла Украина? Они ввели языковую полицию. Они запрещают на улице общаться на русском языке населению. Языковая полиция будет ходить и штрафовать, если ты будешь общаться на русском языке. До чего там дошли? И теперь... Ну что, это фашистское государство. Самое настоящее. А теперь кто следующее? Мы следующее. О, и нам сценарий этот и предлагаешь. Говорят, раз нам прошло... Почему не надо? Вот теперь Молдова попадает. То есть, если в странах Прибалтики эта полиция как бы в неявном виде, все эти рестрикции... А здесь на уровне законов. Говорят, ты что лопцы играться там? Да, полиция всех там... Самое интересное, вы знаете, меня... А потом хотят объединение Украины. Мне больше чем, что удивляет, вот по поводу украинцев, да, они немножко забыли историю. Мы имеем в виду не украинцев, не народ. Не украинцев, не государство. Нет, государство Украины. Политическую, продажную, компрадорную элиту. Вот что мы имеем в виду. Они историю забыли. Ведь от когда появилось государство Украина? Никто не задавался себе таким вопросом. А ведь государство Украина появилось в 1991 году. До этого кто слышал про государство Украина? А никто. Кто? Потому что в Советском Союзе и в составе Советского Союза это была Украинская Советская Социалистическая Республика. И стала ее преемницей, стала современная Украина. Украина. Он признал кого? Украину. Да, но она-то появилась, сама Украина. В 1991 году. С помощью советской власти. Правильно. Так о какой вы говорите долгой истории? А нам, Молдове, которые, извините, сколько лет? Семь веков государственности. Правильно. Навязывать пытаются сценарии украинские и еще и соседнего государства язык. И кричат, что мы должны объединиться с матерью. А какая она мама? Мы давно существуем. Наш народ давно существует. Молдова существует. Мы многонациональная страна. Мы этим гордимся, что здесь много национальностей живет. Так зачем вы сейчас пытаетесь эти национальности вот так столкнуть с титульной нацией? Спокойно. И еще эти ребята хотят, чтобы при этом с Приднестровьем как-то урегулировать. И с Севером у нас проблемы, и с Гагаузей. А с Таракли? Эти ребята фактически работают на развал государственности. Я так думаю, что, скорее всего, чего они хотят добиться? Вот давайте еще немножко порассуждаем. Что им надо? И, может быть, прозрим в корень. Они сегодня на языковой проблеме не отрабатывают. Они хотят что сделать? Они хотят создать конфликт. Они это могут сделать. Ведь вы посмотрите, если они углублятся в языковую проблему глубже, как мы с вами раньше говорили. Соответственно, у нас в Приднестровье опять могут возникнуть тяжелые отношения. Подожди, а внутри страны? Давайте так. Сначала тут тяжело. А что в Приднестровье не внутри нашей страны? Благодаря сегодня. Я до сих пор считал, что у ребят из Приднестровья, когда... Вот Лицкай, мудрый человек. Он говорил, ребята, давайте шаг за шагом. Вот смотрите, у нас молдавский паспорт нужен? Нужен. Таможенные всякие документы нужны. Это естественный процесс объединения. Но его нужно навести. И тут начинают клинии обставлять. Вот сегодня Игорь Николаевич, наш президент, всенародно избранный, сделал определенную часть шагов, чтобы сблизить это и действительно пойти на объединение. Но нужен конфликт. Конфликт можно создать на уровне языка. Теперь, вы упомянули ГГУЗов. Это тоже будет конфликт? Конечно. Вы упомянули Болгар. Они компактно проживают. Тоже будет конфликт? Теперь север, юг, везде, где есть украинские, русские, ромы, немцы, поляки, белорусы и иные этносы. Да у нас тьма от нас. Правильно. Они тоже будут конфликтовать? Они же тоже решают прав. Правильно. То есть, что будет? Конфликт. А им он не нужен. А он нужен почему? Потому что у нас, благодаря 63-й статье Конституции, в случае, если на территории Республики Молдова возникает какого рода конфликтная ситуация или военное положение, парламенту Республики Молдова можно продлить срок. То есть, понимаете? Вот давайте в корень посмотрим. То есть, скажем так, опять же, мы видим одно и то же. Статьи Конституции используются как фишки в политической игре. Они пытаются политику использовать. Нет, 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 не политику. Это политики используют право. Конечно. Они говорят, ребята, что там, как ты говоришь, есть 63-я? Есть. Согласно, ничего. Даже тут какой-то бардак-кавардак. Мы тоже продлеваем себе поломолча. Крышенко сейчас, если что на Украине случится, чрезвычайно положили, и он продлевает себя. Но для этого нужна кровь, для этого нужна педагог. Конечно. Вот к чему мы стремимся. Не мы, а они стремятся. А на людей им наплевать. Поэтому наша с вами задача сегодня, я имею в виду не мы с вами, а граждан. В первую очередь не вестись на вот эти шаги, которые предпринимают либералы, чтобы прожечь между нами конфликт. Нет, мы должны сегодня объединиться, мы должны стать единым, мы должны стать плечом к плечу, чтобы защитить наше государство, республики Молдова. Потому что удар прежде всего идет, даже не по русскоязычным, а по молдаванам. По всем. А если бьют по молдаванам и русскоязычным, это кранты всей нашей государственности. Передача переходит к концу. Еще одну ремарочку можно. Вот сейчас обратись к нашим дорогим телезрителям. Уважаемые телезрители, у меня к вам только одна просьба. Давайте мы с вами не будем доводить и доходить до революционных мер, чтобы у нас не было вот этих конфликтов. Давайте мы попробуем с вами правовыми методами остановить вот этот беспредел, который сегодня есть. И я вам обещаю лично, что я как юрист, как государственник, буду этим заниматься каждый день, вплоть до дня выборов. И буду останавливать вот эти все беспределы. И у меня такой призыв. Давайте дойдем до выборов мирным путем. И на выборах сделаем правильный выбор, чтобы к власти наконец-то пришли государственники, думающие об этом государстве. Большое спасибо. И вам спасибо. С нами был Сергей Мишин. Я должен сказать, что вот общение с людьми, которые не просто юристы, буквоеды во всяких параграфах и так далее. Это человек, который глубоко понимает основы государства и права, на чем зиждется право. И насколько важно это право соблюдать. Нельзя менять правила игры во время игры, потому что иначе страна ввергается в хаос. А это кое-кому только и надо. Поэтому, дорогие соотечественники, будьте бдительны. Обязательно идите на выборы, потому что если ты предоставил выбор другому, не жалуйся потом на свою собственную судьбу. Мир – это постоянная борьба за мир. Вот такое парадоксальное слово. Мир – это процесс государства, рост благосостояния людей, спасение этого государства, защита – это процесс. Это процесс день ото дня. И от того, участники ли мы этого процесса, или мы где-то там маргиналами добровольно становимся, все это зависит от нас. Именно об этом и говорил сегодня наш уважаемый гость Сергей Мишин. Человек, который не только юрист, но и общественный деятель. И вот там те субтитры «Общественная палата», они говорят о том, что этот человек признан не в результате просто каких-то там выборов, рейтингов и так далее. Этот человек признан на репутационном уровне. Мы давно забыли такое слово, как репутация. Поэтому давайте выбирать граждан с высокой репутацией. И тем самым уважать самих себя, своих детей и свою страну. Благодарю за внимание. Вечно любящий вас Виктор Иванович Борщевич. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова